здравствуйте дорогие подписчики и гости канала мои любимые девочки я вас всех приветствую мои хорошие ну что сейчас будет очень интересный расклад а он будет так называться что вы должны знать что вас может предостеречь или какие-то опасности или какие-то советы или предсказаний будущего я не знаю что сейчас будет но мы сейчас посмотрим именно вас и все что касаемо вас на ближайшее время ну что наливайте чай кофе садитесь поудобнее загадываете нет загадывайте себя подумайте о себе и загадайте чтобы вы хотели самое ближайшее время получится она она или нет исполнится ли ваше желание мы сейчас все посмотрим итак для начала я сейчас буду смотреть вас кто вы вашу характеристику что поехали смотрим кто вы на данный момент что у вас сейчас жизни происходит если на вас какой-либо магическое воздействие кем-либо когда-либо сделано им сейчас на данный момент если она и если кто-то свыше ангела-хранитель или ваша родовая ветвь материнская ли отцовская то который вас поддерживает или ангела-хранители помогают ли вам и высшая сила любит ли вас на данный момент дает ли вам защиту давайте еще спросим так высшая сила ангела-хранителя дают ли вам защиту вот так сделаю над вашей головой так ну что поехали сейчас будем все смотреть кто вы ой 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 потрясающе шестерка пентакли вы прям мать тереза мать тереза кормите всех кормите детей своих родственников близких знакомых помогаете еще как помогаете у вас тоже непосредственно скорее всего такая работа знаете помогать людям но естественно не бесплатно бесплатно уже ничего наше время нету хотя вы и бесплатно тоже делаете знаете вот вы такая душа вы и бесплатно делаете просто я не знаю если это ценится это хорошо просто наше время как-то не очень все ценится у нас последнее время общество такое потребители только дай-дай-дай вы такая на вас положиться можно потому что вы не подведете вы очень рано кстати да и должна сказать в рано встали на ноги потому что вы как кормилица в семье кормилица в семье даже если у вас есть родители и там 10 детей и братьев сестер сестер то есть а вы все равно являетесь кормилицей помогаете к вам обращаются вы и словом и советом и делом но чем только можете да вы такой человек ты мне я тебе рука руку моет вот вы из той категории людей которые рука руку мой ты мне и я тебе да ты мне хорошо я тебе хорошо вот вы очень контактный человек очень контактный с вами бизнес просто потрясающе вести просто потрясающе причем у вас понимаете рука такая сладкая и тот человек который с вами будет взаимоотношениях вот строить бизнес на и как-то выстраивать правильно в партнерских у него тоже будет рука сладкая потому что вы умеете отдавать в этот мир и получать из этого мира вы не из той категории женщины которые лишь бы сурвать сорвать обхитрить обмануть моего то нет вы такая вы понимаете вы та женщина которая понимает понимает законы вселенной что ты хочешь что-то получить ты должна отдать и это еще знаете почему многих почему так потому что вы в свое время не понимали на за что вас господь бог наказывает пока не стали бедным помогать вещами одежды продуктами или собачьих кошечек спасать или птиц выходите кормите и вы стали чувствовать что вам тоже вселенная как будто сверху дает и у вас как осенение как вот это пришло да потому что это правильно потому что в мире все вот так как колесо сансары что отдаешь что получаешь что отдаешь что получили это все крутится вот так что у вас сейчас жизни ой надо уезжать да надо уезжать надо переезжать надо куда-то двигаться вы скорее всего постоянно наблюдаете за своей мужчиной прям вот сейчас пока вы смотрите это видео вы сегодня полдня уже заходили смотрели к чем делает чем он занимается где он потому что у вас этим человеком какая-то такая знаете как инь-янь вот это вот на минами на ментале такой непонятная какая-то любовная тема до двух людей где вы друг друга хорошо должны чувствовать причем он вас и вы его кто-то за кем-то наблюдает он за вами наблюдает но вашем случае так как я смотрю сейчас вас вы за ним наблюдаете сегодня тоже возможно уже смотрели его он находится на расстоянии а вы все ждете но когда он приедет но когда позвонит но когда напишет но когда уже что-нибудь сделает но сколько можно мне уже ждать а но уже любит то что не понимает да он все понимает почему не двигается не знаю сейчас будем все смотреть но может это тоже посмотрим тема все она любая по-любому сегодня как вот только ваша так езди на вас порчили что-нибудь такое нет нету причем было новые себя все сняли у вас получилось и другие не могут так снять как вы у вас получилось и вы или сами над собой работали или вам кто-то помог и причем после того как вы сняли себя вы почему-то вверх пошли в гору пошли я не знаю когда это произошло я не вижу просто сроки но могу сказать вы можете просто тоже для себя по времени отсчитать когда вы были практически на дне и когда вы стали вверх эти вот когда вы пошли вверх у вас значит уже все с вас как будто все снялось это и поэтому я не знаю это может быть вы заказывали у кого-то эту работу или сами над собой работали но на вас сейчас нету вообще причем знаете вас могут гладить у вас такая энергетика вкусная вкусно все ее пожирать хотят как вампиры возле вас ваша энергетика очень вкусная вам нужно что-то на себе носить знаете виде как амулета или как без манджих или что-нибудь такое на себя хотя бы маленький клочок шерсти верблюжья тоже сглаза очень хорошо помогает только знаете во внутрь внутри в одежде так пристегнуть может быть там к маечке или чтоб никто не видел да это тоже помогает то есть вам нужно что-то в глаза носить чтобы вас не глазили а почему вас глазит потому что вы на работе самое лучшее вы по жизни самое лучшее и это прям знаете вот это вот другим людям это прям в глаза бьет очень сильно вот они бесятся почему вы такая вся лучшее лучше они тоже хотят у них не получается у вас получается поэтому носите что-нибудь от сглаза кстати может быть и каким черный камни можете носить помогает черный агат помогает обсидиан помогает черный турмалин шерл помогает от сглаза кюзь манджих опять да не ли же как-то дома обкуривать вот это вот помещение дайлик там где вы сидите иногда надо будет а тем более когда если вы работаете у вас там есть и наверное если вы в торговле работаете во своя . там его знаете сколько этих завистников наверное коллег обкуриваете вот так просто по часовой стрелке этим взяли киню и взяли к это папа по русский могильник трава такая есть так в общем ладно ангелы-хранители оберегают ли вас спасают ли вас помогает ли вам так сейчас уточню не могу однозначно сказать помогает ли вам ангелы-хранители спасают ли они вас помогают ли вам ангелы-хранители спасают ли они вас помогают ли вам они жить у вас дома у вас дома это я сейчас скажу то что ангелы-хранители не любят они готовы вас спасать и помогает но у вас есть дома что-то от мертвого мира вы не должны это дома держать если вы не являетесь практикам если вы обычная женщина с нормальной жизнью все вы не практик никакое отношение к магик эзотерики не имеете вы не имеете право дома держать что-то виде черепа или какой-то мертвой энергии не имеете права потому что ангелы-хранители от вас отходят отходят от ваших дверей и вашем доме постоянно склоки постоянно какие-то ссоры постоянно какие-то конфликты и вам от этого чудного так скажем помещение дома квартиру хочется бежать уберите то что как в то что веет мир ты мертвецким вот этим вот духом понимаете уберите это если вы нормальные нормальная женщина если вы практик ничего делать не надо пусть стоит как есть у вас тоже духе у вас там столько духов это просто вообще трэш я бы сказала там у вас столько вы вы наверное скорее всего сильный мощный практика знаете с какими силами вы работаете поэтому тут я тоже ничего сказать не могу все на вашем на вашей интуиции вы сами прекрасно все чувствуете а если вы обычная женщина это уберите этом вам мешает жить понимаете вы там чувствуете себя плохо в этом помещении у вас ссоры и какие-то конфликты вам ангелы-хранители не в помощь они к вам тоже прийти не могут они не любят вот это вот мертвец к это в мертвом мире должно быть они в помещении где вибрации живых людей идет вы понимаете если на ваш сейчас на на данный момент защита защита есть защита слабая я бы еще знаете что сказала вы должны просто потенциально любить море или любить воду или много пить чистой воды или пить какой-нибудь родниковой воды или каким-нибудь может быть там бальзамы специальный да там на настой на травах вы должны часто сами чиститься очищаться неважно как в ванне под душем или пить какие-то может быть настойки чистой воды очищение молитвенные может быть какие-то да надо этой на цветой водой да когда читаешь потом пьешь то есть я не вижу надо на над вами сейчас на данным в какая-то немножко и здесь в помещении так и тут а надо вам этим как-то заняться я бы сказала девочки заняться а здоровье ваша ну-ка какое состояние общего здоровья что-то чувствуете недомогание ли вам все хорошо давайте посмотрим состояние вашего здоровья какой она вас по ощущениям еще я бы знаете что тоже еще сказала ваша защита в ваших детях не смейте делать аборт вы должны иметь детей потому что ваши дети это ваша защита будете избавляться от детей ангелы и хранители перестанут вам помогать вы стой категории женщин который должна иметь рядом детей вот как хотите так принимать что что я сказала а ну-ка если у вас кстати есть конфликт с детьми вам нужно ладить контакт с ними мне и с вами а вам с ними потому что речь идет о вас вы должны наладить кота своим ребенком не важно сколько ему лет один годик ему или там его 50-60 лет неважно вы должны наладить контакт с этим тоже ваша защита ваших детях а ну-ка покажите ваше здоровье как он состоянии вы еще час вашей энергии происходит что с вашей энергии происходит такая разбалансировка час вашей энергии происходит почему по дьяволу тянет почему по дьяволу тянет девочки вам нужно заняться собой вам нужно очиститься и вам нужно в свое свое помещение привести в порядок почистить убрать самое не нужно выкинуть то что пахнет мертвой мертвой энергии убрать если у кого-то остались вещи мертвого человека у кого-то в комнате или в квартире там раздайте нищим уберите отнесите в церковь такие вещи относят практически в церковь а там дальше они разберутся что сделать причем церковь такое место где все очищается на автомате все очищается все что-то не принесешь мертвого человека не мертвого человека там вещь как нейтрализуется понимаете автоматически очищается от всего и она превращается в нейтральное просто вещь нейтральная становится по энергетике ты уже не можешь его ощутить от от кого нож как светлая как чистый становится поэтому если у вас такие есть вещи не на не на этот не на мусорку несите не надо свою энергетику мертвое из не нести на мусорку не известно кто возьмет и на себя еще будет цеплять отнесите все церковь церкви принимают у нас стать у меня недалеко здесь 10 минут ходьбы хорошая церковь старая она там все принимает хорошая церковь такая ну что здесь еще сказать энергетику вас по диаволу и по диаволу тянется до мысли такие мысли 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 дьявольские мысли посещают хочу быстро мужчину хочу его хочу с ним хочу быть хочу планы построить хочу карьерный рост сделать хочу верх эти но так конечно не пойдет вам нужно у вас разбалансировка идет энергетики вас нужно немножко успокоить почитайте молитвы подержите пост дорогие мои сейчас рамадан начался со второго числа по 2 мая мусульманский рамадан и христианский тоже сейчас пост идет для чего это все делается это молитва господу богу для того чтобы вы не по дьяволу шли а молились и вам вот все как бы знаете прощалась и грехи наши тяжкие от господа бога понимаете что я хочу сказать у кого-то здесь работа такая прям просто кипит девочки просто кипит сейчас я понимаю сейчас ноги мне скажет я на какой рамадан какой пост ты посмотри какая у меня работа кипит мне же деньги зарабатывать надо мне жена на высокую должность есть надо ты еще своим постом тут ну да я то что то могу сказать мне сказать нечего тогда вот у вас вот так и будет все что мне тут сказать ночью смотрим дальше смотрим дальше так что самое ближайшее время нет не так нет что вы должны знать самое ближайшее время что вы должны знать для себя ой 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 не так все плохо потому что ангелы-хранители вас будут беречь не бойтесь за свою жизнь ничего с вами плохого не будет у вас ангелы-хранители очень сильные все таки родовая сила ветвь она мощная какой бы вы там грязные не были в каком бы помещении не жили у вас любят все-таки ангелы-хранители потому что вы это заслужили лично вы трудясь помогая другим людям вы заслужили сильную защиту поэтому тоже если вас будет трясти как осиновый куст как осиновый лист пардон вам бояться не стоит потому что вы совсем справитесь вы сильная женщина в очень грамотная очень умная логичная и видите все как есть на самом деле ни в каком тумане ни в каких розовых облаках вы не летаете вы можете быть сильной и можете быть как же она dark если понадобится из своей позиции будете отстаивать у многих из вас может быть в ближайшее время операции я причем кого-то тоже запланированное тут тоже бояться нечего вы не умрете я вам говорю это сто процентов даже миллион процентов потому что ангелы-хранители вас тут будут спасать они вам дадут шанс снова жить они вас никуда не заберут просто ваша беда в том что вы долго тянули с этой операции если нужно было своевременно сделать а вы это тянули у многих здесь может будут пойдут на какие-то уколы на какие-то к на какую-то капельницу сделайте все что касаемо медицины сделаете еще если какие-то у кого-то идут судебные дела или разбирательство ангелы-хранители тоже будут на вашей стороне и даже если вы не правы наказание не будет не таким сильным понимаете вот без ангелов-хранители может и посадили бы но с ангелами-хранителями они вас не посадят но смягчиться что-то смягчится может быть там штраф заплатите но на худой конец 15 суток отсидите и вы все и выйдете потому что я же опять говорю у вас очень сильная родовая сила и вы еще сами наработали в процессе все свои жизни помогая другим людям а вы действительно помогаете это не просто мое такое пастословие здесь на самом деле вы очень много помогли людям это знаете они вам благодарны ну благодарны это я от них говорю что они благодарны может быть они вам и не говорят ничего у кого-то здесь машина причем машина чуть ли не развалюха будьте аккуратнее но не но не едьте нас нас на большой скорости до 120 хотел сказать тоже там то что-то 120 вообще на 90 тоже гнать не надо вот она едет слава богу чтоб доехала бы уже там и пускай на на 50 уже там я не знаю на 40 уже на 30 пусть ну хоть даете уже да потому что здесь машину вашу или ремонтировать надо или менять уже надо вы все на ней ездить и будьте аккуратнее прибавите газ куда-нибудь улетите я не знаю есть у вас деньги сейчас ремонтировать машину или нет это другой вопрос и просто предупреждаю будьте аккуратнее с транспортным средством по поводу покупать машины не надо покупать сейчас машину но не надо под со своей пока вот с этой вот разберитесь со своей есть возможность уже продайте ее потом купите подождите немножко потом купите хорошую купите у кого-то тоже знаете может быть есть уже какой-то скандал или какое-то разбирательство уже может быть в процессе до с какой-то женщиной причем эта женщина вас или наказать хочет или за разобраться с вами хочет но ангелохранители опять же не дадут в а у вас ближайшее самое время от всех вас за ваших бед спасать будет высшая сила это потому что вы много сделали добра вот не сделали бы добра ничего этого не было бы чет случилось то с вами случилось бы а то что предрекает плохой ангелохранители вас будут спасать так что вас ожидает до конца апреля давайте посмотрим еще сам прележи до конца апреля что у вас будет жрица не хотят говорить почему почему мы не хотим говорить тайна до конца апреля тайна ну-ка ну да еще до конца апреля ну вот поэтому они не хотят говорить да потому что у вас здесь как-то муторно с вашим мужчиной любовная тема здесь с вашим мужчиной все еще муторно это пока еще будет тянуться до конца апреля не разрешится вы будете до конца апреля смотреть все онлайн расклады на ю тубе все мои там сто раз остальных там с 200 раз еще посмотрите но вы так и не поймете вы так и не поймете почему потому что пока весь все муторно это там сверху сделали так что все было муторно а вы на карты хотите разобраться свое в своей личной жизни нет не получится не время здесь еще чья-то мама лезет чья-то мама лезет может быть мама там против и он от него зависит а если это магия здесь может быть такое что в ваших отношениях присутствует магия поэтому как бы закрыта тема полностью вы ее раскрыть не можете до конца апреля отношений ваши магия может быть магическое воздействие на ваши отношения может быть нет нет тут маги не причем это значит чисто идет или мама или же есть какие-то страхи депрессии у него и у вас потому что вы как бы и хотите быть вместе вы боитесь быть вместе потому что каждый себе на выдумывал непонятно что и как как в этом совсем вот в этом жить тоже непонятно до конца апреля у кого-то здесь женщин будет кесарево сечением бояться не стоит уже кто-то боится не надо бояться все хорошо родить и родить и все нормально пройдет у вас получится хорошо даже лучше чем у остальных я бы сказал тоже операции пройдет почему-то но опять же высшие силы помогает а что я тут могу сказать ну вот отсюда прыгаем и высшие силы помогает чтобы у вас как его разрешение хорошее было тоже через кесарево бояться ничего не стоит над вами столько людей кстати будет так что все хорошо пройдет вы тоже возможно после операции через какое-то время может быть куда-то уедете с ребенком она отдыхать ну куда-то к воде к морю может быть к родственникам может быть к бабушке к дедушке там на речку за в деревню то есть вы куда-то с ребенком на отдых поедете но восстанавливаться наверное до сил набираться до отдыхать лето все-таки уже будет но как-то так ну не лето вот весна я минуту по год сейчас уже скоро тепло очень будет на что вам нужно обратить внимание давайте посмотрим на что вам нужно обратить внимание опять на своего дьявола от которого сейчас зависите на это обратите пожалуйста внимание потому что вас на данный момент такие искушения идут просто бешеные будьте аккуратнее на что нужно еще обратить внимание на мужчину короля мечей кто он вам думайте сами мужчина скользкий муторный как с ним обращаться по честному обращайтесь вы будьте честны и вам это воздастся потому что над вами не забывайте высший ангел хранителя на вас смотрят если кто-то другой врет а он по башке получит а если вы будете неправильно поступать и врать вы по башке получите поэтому будьте честны хотя бы самим собой и все это на все будет так как надо все будет вот прям как нужно понимаете я понимаю вы очень сильно хотите заработать денег вас очень сильно волнует ваша стабильность вы хотите понять вы будете дальше на этой же планки высокой стоять или нет это конечно все зависит от вас но не надо прям знаете в бешено прям входить в этого дьявола и зарабатывать деньги до сумасшествия это ни к чему хорошего не привезет только отнимет ваше здоровье потому что делал всегда что-то забирает он дает тебе но у тебя что-то заберет не надо расплачиваться своим здоровьем только не здоровьем а больше вам а у вас от отнимать больше ничего самое ценное у человека это здоровье я дьявол это всегда знает он забирает себя это если вы на это подпишитесь согласитесь потому что вы как найти как пристегнутую выпряжку пристегнутой выпряжку, работать, пахать, зарабатывать. Ну вот поплатитесь здоровьем, поэтому имейте в виду, будьте аккуратнее. Чтобы у вас все размеренно, размеренно было. Когда отдыхать, когда работать, когда спать, когда кушать, когда заниматься собой еще тоже. И еще. Многие из вас, депрессируя, возможно, чем-то злоупотребляют. Это я имею в виду спиртным напитками, или же кофе, или черным чаем, или еще чем-то. Какими-то лекарствами, может быть, капаете себе что-то не делайте этого, пожалуйста, потому что это вас не спасет. Это подорвет ваше здоровье. Вы на работе одна из лучших, вы это знаете. Вам нужно держать вот эту вот, так скажем, марку. Как держать? Строго держать. Не сажайте всех на себе на голову. Вы не мать Тереза. Если вы помогаете людям, это не означает, что вы мать Тереза. Фильтруйте, кому вы помогаете. Иногда надо кому-то помогать. На самом деле, есть люди, которые этого достойны, этого стоят. А есть люди, которые этого не стоят. Фильтруйте, пожалуйста, вы потому что иногда можете даже помогать тем, кто этого, кто этого не достоин. Чтобы вам потом просто обидно не было. У вас есть завистники, у вас есть сплетники, которые за вашей спиной очень много за вами судачат. Вам, тем более, этот гейзманджик нужен или защитный какой-то, ладжашка, или что-нибудь такое защитное, какая-нибудь это. Вот такие есть, как это гейзманджик, она называет. Ой, как еще по-другому за глаз этого. Ой, я забыла. Как это по-турецки-то называется? Глаз павлина. Как это? Ну, этот... Ой, я забыла. Ну, ладно, вообще вспомню, скажу. Но его называют Глаз павлина, знаете. Вообще павлина такое священное, такое животное. Та же перья дома, когда держишь, они уже сглая, от сглаза убирают. Понимаете, когда кто-то приходит к тебе, уже сглаз они берут на себя вот эти перья павлина. Это вообще такое животное интересное. Вам что-то нужно на себе носить. Вот такое, которое будет вас защищать. Это не просто какая-то безделушка, игрушка, там на магазине купили, на себя повесили. Желательно, чтобы это была, знаете, вот такая вещь, которая... которая поддержит человека, который обладает силой. Если у вас есть такой, кто-то вот сильный, знаете, вот вы чувствуете, что у этого человека есть дар, пусть он поддержит в руках, пусть он пошептает или скажет. Или вы сами, если обладаете такой сильной энергетикой, зажгите свеч. Возьмите камушек этот или вещь какую-то, ту, которую вы будете носить на себе. Та же, чтобы никто не видел. Подержитесь, сконцентрируйтесь, прочитайте молитву и одевайте на себя, не снимайте. Завистников, потому что сплетников за спиной у вас полно, которые очень хотели бы, чтобы вот так с работы ушли, чтобы вас выкинули и они сказали «Ес, ес, я так и знала, что ее выгонят». Вот, правильно, что она ушла. Понимаете, чтобы вот этого не было, потому что они так и хотят, чтобы вас не было, знаете. Так, еще что. Что у вас будет с деньгами в самое ближайшее время? Но я вижу, что вы тут пашите, просто как лошадь, уже знаете. Что у вас будет с деньгами? Надо немножко так успокоиться. с деньгами, с деньгами, с деньгами. Но вы все хотите как-то все прям переехать тоже, потому что вы считаете, что там трава зеленее. Туда, куда вы хотите поехать, там трава зеленее. Но я хочу сказать, что вы ошибаетесь, там трава не зеленее, вас там никто не ждет. Вы, как говорят, пригодился там, где родился. Ну вот, ну вот. Просто может быть, вам пока с работы не уходить, поработать там, где вы сейчас работаете, потому что, ну с волками же типа волчьи выйдь, как говорится, вы приспособитесь. А куда сейчас работу менять? Сейчас тяжелое положение. Где вы будете работать и будете искать? Нет, сейчас не то время. Вам тяжело, очень тяжело. И вам тоже тяжело жить в этой стране. Вам тяжело жить в этой стране. Вы всю жизнь думаете, если бы я уехала бы там, за границу куда-то, да, у меня вот там жизнь жила бы, была бы вообще просто сказка, я бы жила как сыр в масле, да, как в шоколаде. Но не знаю, не знаю. Я же говорю, где родился, там и пригодился. Хотя по себе я так не сказала бы. Я две страны поменяла, поэтому ни в одной стране я не пригодилась, ни в второй стране не пригодилась, только там, где я сейчас живу, в моей любимой стране России. Я нужна, это я только сейчас поняла. Поэтому тут ничего сказать не могу. Ну, я говорю, как поговорка, пословица, говорит, да, где родился, там пригодился. Может быть, у вас иначе. Вы на данный момент тоже многие тут, рассматривают какие-то, уже вот в буквальном смысле, рассматривают другие страны, куда можно переехать, как получить гражданство, как получить РВП или там ПМЖ и так далее, да. Многие вы сейчас уже смотрите и как-то вы боитесь трогаться, не трогаться. Знаете, я посоветовала вам вот по тем картам, что я сейчас здесь вижу, не трогайтесь пока. Ну, не пока, ну, не трогайтесь, но сидите пока там, где вы сейчас сидите, не трогайтесь. Если вас оттуда не выгоняют, сидите, понимаете? Если вашей безопасности ничего не угрожает, сидите там. А если, конечно, что-то опасное, ну, и уезжать надо, тут уже ничего не сделаешь. А пока не надо, потому что вы на себя вот здесь взвалите столько, потому что все может измениться, друзья мои, все может измениться. В таком времени мы живем. Так что потерпите. По поводу денег же я хотел. Но здесь деньги и просто не показывают, а показывают кое-что другое, поэтому информация сразу другая пошла. По поводу денег я не вижу у вас денег сейчас. Ну, они будут, наверное, знаете, как вам все дашь, идут деньги, вот как вы умеете зарабатывать. Вот так и идет, наверное, и все. А чтобы какие-то там деньги, ну, да, все зависит от вас. Вот будете много работать, будете зарабатывать. Мало будете рабы, мало будете зарабатывать. Но я вам хочу сказать, не надо много работать. Не потому что вам сейчас деньги не нужны, а потому что вы свое здоровье просто подорвать можете. Вот и все. Свое здоровье подорвете. Да, вы свое здоровье подорвете. Вы хотите, вы будете с кожей вон лезть, чтобы заработать больше. Не надо. Успокойтесь. Надо передышку взять. Вот сейчас это необходимо передышка вам. Зарабатывать потом будете, когда все встанет на свои места. Потому что идут хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварство, воровство Вы с этим поделать ничего не можете Это не от вас зависит Вы как лошадь ломовая, еще больше пытаетесь заработать Не надо Идут хитрожопости какие-то по всему миру И нужно просто успокоиться И зарабатывать, как вы раньше зарабатывали А не спешить голопом вперед Не от вас зависит Не впрягайтесь, понимаете? О своем здоровье позаботьтесь лучше А денег вам все равно хватит Не волнуйтесь На жизнь вам хватит Давайте посмотрим вам совет Вам совет Открывайте интернет работу И работайте на себя вообще Или же в параллель работайте на себя Но вам интернет нужен Вы сейчас об этом многие тоже смотрят Если у вас уже есть интернет работа Развивайте ее Но только умеренно Не надо голопом опять Я бы сказала, что у многих у кого-то здесь есть проблемы со здоровьем Связано с сердечно-сосудистой системой Попейте какие-нибудь таблетки Но таблеток на нехимическое Какой-нибудь основе Она растительной Или же питайтесь правильно Где растительная пища будет помогать вашему сердцу Калий, например Калий для сердца очень хорошо Он в бананах есть в болгарском перце Красный Красный болгарский перец Очень хороший для сердца Прям салат его Бананчик тоже Только без фанатизма И жидкость Жидкость И там вода была И здесь жидкость Слушайте, вас вода лечит Вас вода прочищает Оберегает Помогает вам восстановиться Но только пейте чистую воду Купайтесь в чистой воде Держите свое тело в чистом виде Потому что человек из 90% состоит из воды Вы должны быть чистой На 90 хотя бы процентов Потому что над вами ангелы-хранители Они не любят грязных Не любят грязных И вообще подержите пост Ну хотя бы Ну сделайте приятное ангелам-хранителям Да Хотя бы всем делайте Уже другим помогаете Этим тоже сделайте Этим тоже сделайте Я сейчас сверху получу тоже За такое отношение Но я уже здесь по-свойски уже понимаете Я тут по-свойски уже кричу прям Что кому что делать Многие из вас тут как-то в недоумении В недоумении Вы прям так хотите проследить свое будущее Да Как я дальше буду жить Как будто немножко вы не понимаете Как Я хочу вам сказать одно Все будет хорошо Но если вы ждете каких-то резких Быстрых каких-то Перемен в вашей жизни Такого не будет Все будет плавно Тихо Спокойно Все своим чередом Но будет все хорошо Понимаете Будет все хорошо И в личной жизни Кстати тоже У вас личная жизнь Такая муторная Вы не можете решать Ни за него Ни за себя Для этого тоже есть высшие силы Для этого есть обстоятельства Которые заставят Возможно опять вас соединить Вот надо их ждать А чтобы взять все в свои руки У вас не получится Вы не Господь Бог Чтобы решать свою жизнь И жизнь этого мужчины Пусть он тоже соображает Он находится в темноте У него там мамочка У него там мамочка Которая мало того Что она его так воспитала Да Так она еще и сейчас Указания ему дает Ну вот Ну пусть он слушает мамочку Что еще скажу я Ну все Ничего не делать Здесь своей жизнью надо заниматься Он пускай своей жизнью занимается Он все равно параллельно Рядом с вами идет Никуда он не денется Он хочешь не хочешь От вас никак избавиться не может Ну все Пусть расслабится И живет рядом В параллели хотя бы А вы живете своей жизнью У кого-то здесь Лялечка будет скоро Да Роды Поэтому вот Есть чем заняться Девочки Вам есть чем заняться Вот такой был расклад Пишите пожалуйста Свои комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал А самое главное Будьте счастливы Берегите себя Своих близких Пусть у вас в жизни Будет все хорошо Всех вы люблю Целую и обнимаю И до скорых встреч